Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Анри Жак Эдуард Эвенполь – апельгийский художник французского происхождения. Наиболее известные работы его связаны с фавизмом. Эвенполь родился 3 октября 1872 года в Ницце. Впервые изучал искусство в Брюсселе в Королевской академии изящных искусств между 1889 и 1890 годами. Уже в 1892 поступил в Парижскую школу изящных искусств. Поступил в ателье Гюставо Моро в 1893. Познакомился с Анри Матисом, Жоржем Руо, Альбером Марке, Эдкаром Максоном, Шарлем Мельсендо и Леоном Притепсом. Художник дебютировал портретами своей двоюродной сестры в 1894 году на салоне французских художников. Сказал 4 портрета в салоне на Марсовом поле в 1895. Продолжал выставляться там до своей смерти. Его первая персональная выставка состоялась в Брюссельском художественном музее в декабре 1897 и январь 1898 года. Его излюбленными сюжетами были семья и друзья. Его портреты в полный рост часто на нейтральном фоне демонстрируют влияние Эдуарда Моне и Джеймса Эббота. На его парижские пейзажи оказали влияние Анри де Тулуз, Латрек и Жан-Луи Форан. Хотя его ранние картины отличались мрачной палитрой. Его картины написаны в Алжире, где он впервые провел зиму во время своей персональной выставки, сильно отличались по стилю, предвосхищая смелые краски фавизма. Эвенполь умер от тифа в Париже в возрасте 27 лет 27 декабря 1899 года. Вот так вкратце из переводной википедии о бельгийском художнике французского происхождения, наиболее известной работой которого связаны с фавизмом Анри Жак-Эдуард Эвенполь. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok